Говорит Аль-Манюр-Рабя, теперь четвертый запретительный фактор для получения наследства, относительно которого есть разногласия. Называется как Аль-Ли-Ан, то есть проведение процесса взаимного проклятия. Говорит Аддагу Али-Мам-Малик Мани-Ан. Первое мнение в этом вопросе это мнение имама Малика, который считает, что данное явление, то есть проведение процесса взаимного проклятия является запретительным фактором для получения наследства. Как это понять или как это вообще вопрос понимается? Смотри, когда человек приходит к суде и свидетельствует, говорит, я свидетельствую, что моя жена совершила прелюбодеяние с таким-то, и допустим, она от этого человека забеременела, то есть посредством прелюбодеяния, а эта жена отказывается и говорит, нет, я не совершала прелюбодеяние. Так как они поступают? Говорим, в основе своей, если кто-то обвиняет кого-то в прелюбодеяние, то он обязан привести еще трех свидетелей, кроме себя, чтобы все вместе стало четыре свидетеля. Но когда свидетельствует против своей же жены сам же муж, то шариат от него не требует, чтобы он ходил и искал еще трех дополнительных свидетелей относительно своей же жены. Но в этом случае производится другой процесс. А это что за процесс? Муж обвиняет жену в прелюбодеяние, а та отказывается. В этом случае муж клянется четыре клятвы на то, что он является кем? Правдивым. И на пятой клятве призывает проклятие Аллаха на себя, если он является лжецом. А она клянется четырьмя клятвами то, что он лжец, и призывает в пятый раз гнев Аллаха на себя, если он является правдивым. Своили или нет? После этого называется как процесс взаимного проклятия. То есть они берут на себя проклятие от Аллаха, если солгали. Один из них лжец. Один из них лжец. Но кто из них лжец, не устанавливается. Оба провели процесс, и этот согласился его провести, и этот согласился клясться. Так. Можем ли мы женщину обвинить в том, что она совершила зина? Нет. Эта женщина не называется заня, не называется прелюбодейкой. Ее ребенок не считается ребенком, родившимся в прелюбодеянии. Так. А этот человек считается ли обвинившим незаконно женщину в прелюбодеянии? Тоже не считается. Своили или нет? Почему? Потому что он клялся на это. Поэтому мы здесь приостанавливаемся. Не утверждаем ложь кого-либо из двоих. Соответственно, не идут постановления ни на одного из двоих. Но происходит в процессе этого что? Происходит разлучение между двумя. Муж больше не муж, жена больше не жена. То есть, когда они проведут процесс взаимного проклятия, судья разлучает между ними. Теперь вопрос. Вот этот вот разлученный муж, бывший муж, получает что-то от своей жены или нет? Жена что-то получает от этого своего бывшего мужа или нет? Говорим нет. Это без разногласий. Но можно ли сказать, что это мания, отдельный запретительный фактор или нет? Говорим нет. Почему? Потому что здесь суть не в запретительном факторе, а суть в том, что нет причины для получения наследства. Потому что причина для получения наследства это замужество, так или нет? Она замужем или женитьба, то что он женат на этой женщине. А здесь он не жена, а этот, она не жена, а он не муж. Поэтому между ними причины в своей основе нет для получения наследства друг от друга. Поэтому данный фактор в вопросе мужа и жены не рассматривается как отдельный запретительный фактор. Но запрещает человеку получить наследство Почему? Из-за отсутствия причины Из-за этого он не получает наследство А не из-за того, что есть запретительный фактор Теперь вопрос нам То есть, допустим, смотри Если я прихожу и хочу получить наследство от человека Мне говорят, ты кто такой? Я говорю, да так, вообще-то Такой-то, такой-то, меня зовут так-то Тайб, а как ты приходишься этому человеку? Кем ты ему приходишься? Ну, вообще-то, никем Тайб, значит, ты, товарищ, наследство не получаешь Аллах Та'алей Тайб, можно ли сказать, что есть запретительный фактор Что я не получил наследство? Нет, в этом случае не говорится, что я не получил наследство Из-за наличия запретительного фактора Нет, ну, говорится, что я не получил наследство Из-за отсутствия причины для получения наследства С какой причины я должен наследство получить? Я не освободитель, я не родственник, я не муж Ясно или нет? В этом случае я получаю Или, наоборот, не получаю наследство Из-за отсутствия причины А не из-за наличия запретительного фактора Теперь есть в этом вопросе другая сторона Тайп, эта женщина родила. Эта женщина родила ребенка. Этот ребенок кому приписывается? Приписывается ее бывшему мужу или не приписывается ему? Говорим, не приписывается этому бывшему мужу. Почему? Потому что он отказывается от этого ребенка. Говорит, этот ребенок родился от прелюбодеяния. И я свидетельствую об этом. И это не мой ребенок. Тайп, кому этот ребенок приписывается? Приписывается ли он к этому мужу? Не приписывается, потому что он сам от него отказывается и заявляет, что это не его ребенок. Тайп, приписывается ли он к прелюбодею или нет? То есть, допустим, человек говорит, моя жена совершила прелюбодеяние с таким-то. Приписывается этот ребенок к этому, относительно которого он ее обвиняет? Не приписывается. Почему? Потому что факт прелюбодеяния не установлен. Так как она тоже поклялась и что сделала? Отвела от себя это обвинение. Павел, тогда к кому приписывается этот ребенок? Ребенок приписывается к матери. Ребенок приписывается к матери и берет ее фамилию. Павел, теперь вопрос. Отец вот этот вот, точнее не отец, а ее бывший муж, который отказывается от этого ребенка, получает что-то из наследства от этого ребенка или нет? Если этот ребенок вырастет, что-то заработает, затем скончается. Он как муж его матери, то есть матери этого ребенка, получает наследство от него или нет? Говорим нет. Почему? Потому что он сам же от него отказался. А если вот этот человек, муж умрет, вот этот вот сын, который родила эта женщина, получает от этого мужа что-то из наследства или нет? Говорим тоже нет. Теперь тот прелюбодей, относительно которого он ее обвинял, получает что-то от этого ребенка или нет? Тоже нет, потому что этому ребенку не приписывается его фамилия. И соответственно этот ребенок сам тоже от этого прелюбодей ничего не получает. Усвоили или нет? Так, а кто тогда получает его наследство? Запишите, что правильное мнение в этом вопросе, что если этот ребенок умрет, в том смысле, что вырастет, что-то заработает, а затем скончается и останется после него имущество, то женщина забирает вот это вот, мать его, мать этого ребенка, забирает свою долю, забирает свою долю от этого ребенка в фарт, то есть ту долю, которую предписал ей Всевышний Аллах Сан-Алтада в Куране, а оставшееся его имущество переходит в казну. Оставшееся его имущество переходит в казну. Это правильное мнение в этом вопросе. Так вот вопрос. Отсутствие наследства между мужем этой женщины и ее сыном или между прелюбодеем этой женщины и ее сыном является ли отсутствие наследства из-за того, что есть запретительный фактор, а это вот процесс взаимного проклятия или нет? Или процесс взаимного проклятия не считается за запретительный фактор. Но люди не получают друг от друга наследство в этом случае просто из-за отсутствия причины. Говорит, значит, Мамарик говорит то, что да, то есть процесс взаимного проклятия является чем? Является запретительным фактором. Но, говорит, правильное мнение в этом вопросе, то, что данный вид не является отдельным каким-то запретительным фактором. Потому что, говорит, отсутствие наследства в данном случае вытекает из чего? Из-за отсутствия установления родственных связей. То есть родственных связей не установлено. Не установлено родственные связи между мужем женщины и тем ребенком, которого она родила. Мы сказали, этому ребенку не приписывается фамилия. Ни этого мужа, ни этого прелюбодея. Так или нет? Соответственно, установлено родственные связи между ними? Нет. Значит, наследство получают они друг от друга или нет? Прелюбодея от ребенка или муж от ребенка? Или наоборот? Нет, не получают. Почему не получает? Из-за наличия запретительных факторов или за отсутствие причины? За отсутствие причины, так как не установлены вообще родственные связи. То есть они друг для друга чужие люди. Видишь? Посредством этого процесса взаимного проклятия прекращается право получения наследства между муляин, то есть вот этот вот мужчина, который обвинил свою жену в прелюбодеянии, и между этим ребенком. Все, они считаются разными людьми. Говорит? А также все, которые доходят до этого ребенка. Через этого мужчину. То есть, допустим, у этого мужчины есть сын. Он кем приходится этому ребенку? То есть он не доходит до этого ребенка, кроме как через вот этого своего отца, через мужа. Правильно ли нет этой женщины? Говорит, все, кто доходит до этого ребенка, через этого человека, тоже не получают наследство от этого ребенка. Потому что они, если бы получали наследство, получали бы только из-за наличия вот этого мужчины. Из-за него. А он сам отказывается от этого ребенка. Соответственно, они тоже ничего не получают. Видишь? А также, друг от друга они не получают наследство. То есть, муж от жены, жена от мужа. Потому что они больше не муж и жена. Опять-таки, не из-за запретительного фактора, а из-за чего? Из-за того, что нет причины для получения наследства. Он уже не муж, а она уже не жена. Так, как будто бы они, если бы они развелись. Допустим, человек развел свою жену окончательным разводом. Получает он от нее что-то или нет? Ничего не получает. А она от него что-то получает из наследства или нет? Ничего не получает. И так далее. Здесь тоже самое. Здесь у себя подпишите некоторые полезные моменты. А это то, что прекращение уз брака, то есть, брачных уз, происходит при окончании процесса взаимного проклятия. То есть, когда вот этот процесс окончания, точнее, процесс взаимного проклятия закончился, посредством этого прекращается право на получение наследства одного от другого. Муж от жены ничего не получает, жена от мужа ничего не получает. Даже если судья еще не разлучил их. То есть, у нас состоит вообще действие из двух вещей. Это процесс взаимного проклятия, а потом уже судья разлучает между двумя. Но мы говорим, право на получение наследства прекращается, и люди лишаются его просто уже по одному лишь факту того, что прекратился процесс взаимного проклятия. Даже если судья еще не успел разлучить между двумя, один из них скончался, допустим, тут же. Получать они от наследства друг от друга или нет? Нет. Потому что сам процесс взаимного проклятия уже завершился. И последний момент, который здесь необходимо подписать, то что, как мы сказали, муж этой женщины не получает ничего из наследства от этого ребенка. Кроме как в одном случае. В одном случае, если он сам себя объявит лжецом, то есть после этого, когда он откажется от этого ребенка, проведут, допустим, процесс взаимного проклятия и так далее, потом он скажет, что нет, я отхожу от этого, я наврал. Я обманул относительно этой женщины, обвинил ее ложно. Потом он получает свою порцию плетей за ложное обвинение женщины в проклятии, в чем прелюбодеяние. И затем этот ребенок приписывается к этому мужу. В этом случае устанавливается опять между ними родственная связь и, соответственно, что друг от друга они наследство получают. Значит, если человек сам, который обвинил свою жену в прелюбодеянии, сам же потом отказался от этого, обвинил себя же самого лжецом, получил порцию плетей за ложное обвинение женщины в прелюбодеянии, ребенок приписывается к нему, потому что все, теперь он уже согласен, что это его ребенок, берет его фамилию и, соответственно, друг от друга они наследство получают. Почему? Потому что устанавливается между ними родственная связь. Говорит, уазахбал имаму Малик, а имам Малик считает, иля анна тау амей аллиан ахаван шакийкан. Смотри, теперь немножко другое ответвление в этом вопросе. Имам Малик говорит, а если эта женщина родит двух близнецов, то как нам их рассматривать? Рассматривать их как братья по матери или братья по матери и по отцу? Говорит, мы их рассматриваем, то есть это говорит имам Малик, как братьев по отцу и по матери. Друг от друга вот эти два близнеца, которых родила эта женщина, получают наследство так, как будто бы они два родных брата, по отцу и по матери. Потому что, говорит, отцовство здесь не отпадает со всех сторон. В каком смысле? Потому что, говорит, понятно, что даже если никто не признается, ни при любоде не признается, ни муж не признает этого ребенка, понятно, что у обоих них один отец, не разные отцы, а что отец у них один. Соответственно, говорит, получается, что они являются друг другу родными братьями. Понятно, хоть у них фамилия от отца и не берется, но они все равно считаются родными братьями и по матери, и по отцу. Потому что мать у них одна, так как она одна их выносила обоих. И отец у них один. И отец, говорит, у них один. По этой причине. Говорит, 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 и довод на это в том, что если вот этот, который отрицает этих детей от себя, потом все-таки, как мы сказали, примет их. Скажет, ладно, это мои дети, что я отказываюсь от обвинения своей же жены в при любодеянии. Он или им обоим припишется его фамилия или нет. Говорит, припишется им обоим его фамилия. Это единогласно. Говорит, в отличие от близнецов, которые родились от Зина, то есть от при любодеянии. Они, говорит, не получают наследство друг от друга, как родные братья, но получают наследство друг от друга, как братья по матери. Сказали, потому что возможно, что отцы у них разные. Сказали так, и у них вообще не устанавливается наличие отца, поэтому они считаются как дети одной матери. Дети одной матери, но отца у них вообще нет. То есть наличие отца у них вообще не устанавливается. Поэтому они не считаются за шикка, не считаются за родных братьев. А три других имама, то есть кроме имама Малика, А это Абу Ханифа, Шафия и Ахмад, То, что вот эти два близнеца, которых эта женщина родила, считаются как братья по матери, друг другу. И не считаются как родные братья. И если один из них скончается, то они получают наследство друг от друга, как то, как братья по матери, а не как братья родные. Потому что есть разница. Одно дело, человек скончался, у него остался брат по матери. И другое дело, он скончался, у него остался брат родной, по матери и по отцу. Они получают разные наследства, как у нас придет далее по книге. Так вот, говорит, Скали, потому что, хоть и понятно, что у них один отец, но фактически законно это не установлено. Не установлено наличие отца у них. Кто у них отец? Отец у них не установлен. Установлена им только мать. Поэтому, говорит, хоть разумом мы и понимаем, что эти братья родные, но фактически на практике и в действительности мы записываем их как разных людей. То есть как братьев лишь по матери. Потому что отца у них не установлена. Своили или нет? Значит, Имам Малик здесь посмотрел, на что, на действительность. А остальные три имама посмотрели на факт. Имам Малик говорит, понятно, что у них отец один. Хоть мы и не знаем, кто он, то ли этот прелюбодея, то ли этот муж, но понятно, что один из них их отец. Соответственно, они родились от одной матери, от одного отца. Соответственно, они кто? Родные братья. Но три других имама сказали, да, мы с этим согласны. Но это не играет роль в постановлении, потому что в постановлении они являются кем? Они являются незаписанными за каким-то отцом. То есть у них отца вообще не установлено. Соответственно, они приписываются только к матери. А раз отца не установлено, они не могут быть кем родными братьями, но являются братьями только по матери. Так же, как близнецы, которые родились от Зина. Близнецы, которые родились от Зина, не приписываются никому, но приписываются также к своей матери и являются кем братьями по матери считаются. И более правильное мнение, это второе мнение в этом вопросе, мнение Абу Ханифа Шафия Ахмада, о том, что эти два брата считаются братьями по матери, а не по отцу. Хоть в действительности у них отец один, но на практике, то есть по закону, потому что им приписывается, какая им фамилия приписывается, они считаются кем? Детьми одной матери, но отцы у них не установлены, так или отец у них не установлен. Поэтому они рассматриваются как братья по матери, и друг от друга наследство получают как брат по матери, от брата по матери, а не как родной брат от родного брата. Это иншалла тоже понятно. Видишь, здесь, брат, вопросов в действительности много. То есть иногда люди задают вопрос, брат, как разделить наследство? Тайба, кто умер, кто остался? Умер такой-то, кто остался? Остался у него, допустим, родной брат. А какой он родной брат? Начнешь выяснять, оказывается, что он в шариате не считается за родного брата, а считается за брата по матери. Свой или нет? Допустим. Почему, брат, эти вещи нужно узнавать? То есть когда тебе задают вопрос о делении наследства, ты не должен делить наследство, исходя из той информации, которую дает тебе человек, задающий вопрос. Потому что, возможно, у него вообще отсутствует знание об этих вещах. То есть он даже не предполагает, что эти два брата не считаются за родных, а считаются только братьями по матери в шариате. Допустим, женщина родила двух близнецов от прелюбодеяния. Он говорит, они родные. То есть как родные? Ну, мама одна, папа один. Что значит папа один? А папа установлен? Нет. А кто их родил? Кто у них папа? Не знаем. Тайб. Значит, они не считаются за родных братьев, они считаются за братьев по матери. Свой или нет? А человек тебе задает вопрос, основываясь на том факте, что это братья родные по матери и по отцу. Соответственно, если ты этот вопрос не спросишь, ты ошибешься в чем? В фетве. И дашь наследство этому брату как родному брату, а не как брату по матери. Усвоили? Поэтому еще раз повторяем. Во многих вопросах феха, когда ты выдаешь фетву, ты должен, не имеешь точнее права, что делать, основываться на той форме вопроса, как тебе задает ее задающий. Потому что, возможно, задающий даже не подозревает, что в шариате эти вещи разобраны гораздо глубже. И что постановление в шариате относительно некоторых вещей другие не так, как думает этот задающий вопрос. Своили? Просто потому, что у него нет знаний в этом вопросе. Поэтому необходимо спросить. Кто скончался? Такой это. Кто остался у него? Родной брат. Что знаешь родной брат? Кто у них отец? Не знаю. Там женщина родила их обоих. Она от прелюбодеяния так-то родила. Та и отец не установлен, значит они не родные братья. Они братья по матери. Своили? Видишь, эти вещи нужно что расспрашивать и разузнавать. Далее, следующий вопрос. Мы записываем их как разных людей. То есть как братьев лишь по матери. Потому что отца у них не установлено. Своили или нет? Значит, имам Малик здесь посмотрел на что, на действительность. А остальные три имама посмотрели на факт. Посмотрели на факт. Имам Малик говорит, понятно, что у них отец один. Хоть мы и не знаем, кто он. То ли этот прелюбодея, то ли этот муж. Но понятно, что один из них их отец. Соответственно, они родились от одной матери, от одного отца. Соответственно, они кто родные братья. Но три других имамы сказали, да, мы с этим согласны. Но это не играет роль в постановлении. Потому что в постановлении они являются кем? Они являются незаписанными за каким-то отцом. То есть у них отца вообще не установлено. Соответственно, они приписываются только к матери. А раз отца не установлено, они не могут быть кем? Родными братьями. Но являются братьями только по матери. Так же, как близнецы, которые родились от зина. Близнецы, которые родились от Зина, не приписываются никому, но приписываются также к своей матери и являются кем братьями по матери считаются. И более правильное мнение, это второе мнение в этом вопросе, мнение Абу-Ханифа, Шафии и Ахмада, о том, что эти два брата считаются братьями по матери, а не по отцу. Хоть в действительности у них отец один, но на практике, то есть по закону, потому что им приписывается, какая им фамилия приписывается, они считаются кем? Детьми одной матери, но отцы у них не установлены. Так или отец у них не установлен, поэтому они рассматриваются как братья по матери, и друг от друга наследство получают как брат по матери, от брата по матери, а не как родной брат от родного брата. Это, иншалла, тоже понятно. Видишь, здесь, брат, вопросов в действительности много. То есть иногда люди задают вопрос, брат, как разделить наследство? Кто умер, кто остался? Умер такой-то, кто остался? Остался у него, допустим, родной брат. А какой он родной брат? Начнешь выяснять, оказывается, что он в шариате не считается за родного брата, а считается за брата по матери. Свои ли или нет? Допустим, почему, брат, эти вещи нужно узнавать? То есть, когда тебе задают вопрос о делении наследства, ты не должен делить наследство, исходя из той информации, которую дает тебе человек, задающий вопрос. Потому что, возможно, у него вообще отсутствует знание об этих вещах. То есть, он даже не предполагает, что эти два брата не считаются за родных, а считаются только братьями по матери в шариате. Допустим, женщина родила двух близнецов от прелюбодеяния. Он говорит, они родные. То есть, как родные? Ну, мама одна, папа один. Что значит папа один? А папа установлен? Нет. А кто их родил? Кто у них папа? Не знаем. Таэп. Значит, они не считаются за родных братьев, они считаются за братьев по матери. Усвоили или нет? А человек тебе задает вопрос, основываясь на том факте, что это братья родные по матери и по отцу. Соответственно, если ты этот вопрос не спросишь, ты ошибешься в чем? В фетве. И дашь наследство этому брату как родному брату, а не как брату по матери. Усвоили? Поэтому еще раз повторяем. Во многих вопросах феха, когда ты выдаешь фетву, ты должен, не имеешь точнее права, что делать? Основываться на той форме вопроса, как тебе задает ее задающий. Потому что, возможно, задающий даже не подозревает, что в шариате эти вещи разобраны гораздо глубже. И что постановление в шариате относительно некоторых вещей другие не так, как думает этот задающий вопрос. Усвоили? Просто потому, что у него нет знаний в этом вопросе. Поэтому необходимо спросить. Кто скончался такой-то? Кто остался у него? Родной брат. Что знаешь родной брат? Кто у них отец? Не знаю, Аллава Алим. Там женщина родила их обоих. Она от прелюбодеяния так-то родила. Та ей по отец не установили, значит, они не родные братья, а братья по матери. Усвоили? Видишь, эти вещи нужно что? Расспрашивать и разузнавать. Далее, следующий вопрос. Ты должен, не имеешь точнее права, что делать, основываться на той форме вопроса, как тебе задает ее задающий. Потому что, возможно, задающий даже не подозревает, что в шариате эти вещи разобраны гораздо глубже. И что постановление в шариате относительно некоторых вещей другие не так, как думает этот задающий вопрос. Усвоили? Просто потому, что у него нет знаний в этом вопросе. Поэтому необходимо спросить. Кто скончался такой-то? Кто остался у него? Родной брат. Что знаешь родной брат? Кто у них отец? Не знаю, Аллава Алим. Там женщина родила их обоих. Она от прелюбодеяния так-то родила. Та ей по отец не установлены значения не родные братья, а не братья по матери. Усвоили? Видишь, эти вещи нужно что? Расспрашивать и разузнавать. Далее, следующий вопрос. Не установлены значения не родные братья, а не братья по матери. Усвоили? Видишь, эти вещи нужно что? Расспрашивать и разузнавать. Далее, следующий вопрос. Далее, следующий вопрос. Продолжение следует...